Придется искать объезд. В центре города перекопанных участков станет больше и за протечек на трубах перекроют движение еще на двух улицах. Назовем адреса. Об этом не только расскажу прямо сейчас. Вы смотрите «Дайвича». Меня зовут Елена Чехомова. Здравствуйте. Все под контролем. В городе Ормострое показали лабораторию, где проверяют качество асфальта. Вырубки покрытия привозят со всего города. Внимание всем и пешеходам и водителям. Кировские инспекторы собрали статистику аварий с участием пешеходов. Говорят, цифры внушительные. Искусственный интеллект научился петь, но не своим голосом. Эксперты спорят, что это. Шаг вперед для прогресса или шаг назад для искусства? Выслушаем все мнения. Никандр, Арчибальд, Елалия и Аврора. В городском ЗАГСе рассказали, какие необычные имена выбирают родители своим детям в Кирове. А сколько малышей появилось на свет в этом году? Футбольный клуб «Динамо Киров» вернулся в профессиональный спорт. Первый матч сыгран. Первые выводы сделаны. К чему футболисты готовятся теперь? Теперь официально городские власти собираются расторгнуть контракт на строительство школ. Сегодня глава администрации Вячеслав Симаков прокомментировал ситуацию. Возвести новые школы в микрорайоне Долгушина и рядом с Зубаревским лесом должна была компания «Монолит». Деньги на это были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография». На сегодняшний день, по словам Симакова, школы уже должны сдаваться. Однако строительство там не ведется и нет даже проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. Кроме того, на объекте в Долгушина были выявлены технологические ошибки, которые не гарантируют дальнейшую безопасную эксплуатацию объекта. В результате мы не можем гарантировать безопасное нахождение на данном объекте в дальнейшем детей. И я считаю, что было сделано единственное правильное решение по расторжению данного контракта. Теперь вместе с правительством Кировской области мы будем решать дальнейшую судьбу этих объектов. В том числе обследование дополнительное, продолжение проектирования и поиск новых подрядчиков. В Кировской области обнаружена африканская чума свиней. Во вторник у деревни Анинский починок Санчурского района охотники нашли три трупа диких кабанов. Биоматериал отправили на анализ, который подтвердил наличие опасного заболевания. Туши погибших животных сожжены. В радиусе 20 километров установлена так называемая угрожаемая зона. Все домашние свиньи в этой зоне должны быть уничтожены. На место выехали специалисты ветслужбы и правительство области. Проведены чрезвычайно противоэпизодические комиссии как на уровне района, так и на областном уровне. Определена перечень мер, которые в ближайшее время будут предпринены для того, чтобы не распространялась африканская чума на другие территории. Также специалистами будут проведены мероприятия по регулированию численности дикого кабана в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения, которые будут установлены указом губернатора Кировской области. В центре города перекроют сразу несколько улиц. Из-за дефектов на сетях знаки «Кирпич» появятся на улицах Казанской и Свободы. Как сообщили в мэрии, на Свободы будет закрыт участок около дома номер 138. Это на перекрестке с Милицейской. Коммунальщики планируют закончить работу к 8 августа. Другой участок на улице Казанской между Горбачевой и Молодой гвардией. Там тоже обнаружены протечки на трубах. На проезжей части уже выставили запрещающие знаки, но асфальт еще не вскрыли. Водителей просят учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты. Сколько точно надо в ручках и карандашах? В России предложили создать единый перечень необходимых школьных товаров и принадлежностей, чтобы они были доступны россиянам по минимальной цене или даже выдавались родителям как соцпомощь. С такой инициативой на федеральном уровне выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров. Он отметил, что с каждым годом собрать ребенка к новому учебному году стоит все дороже. Согласно инициативе, продажу таких наборов можно было бы организовать в самих школах на летних каникулах. А цель, чтобы все самое нужное было доступно семье со средним доходом, говорится в тексте обращения. Кстати, насколько дорожают, например, констовары за год? Спросим эксперта. Все зависит от ситуации. Вот, допустим, до пандемии российский товар практически не дорожал. Сейчас все столкнулись с дефицитом запчастей к производственным линиям. И то, что за них приходится переплачивать втрое-вчетверо. Если мы говорим про этот год, то я бы ожидал от российского товара где-то рост на 5, может быть, 7%. Вот, от зарубежного где-то на 10-15. Мы взяли список в школе у нашего сотрудника-родителя. В магазине офлайн у нас вышел единый такой набор на 1518 рублей. Точно такой же набор на известном маркетплейсе в интернете вышел 2157 рублей. Делайте выводы. Однако родители понимают все условно. Разные магазины, разные цены. И главное, у каждого учителя свои пожелания по покупкам. Как можно составить единый список для целого региона? Удивляется наш эксперт-родитель. Тем более, что папа и мама тоже имеют разный взгляд на школьные покупки. Например, собирая ребенка в школу, одни родители пользуются обычными ручками, а другие, например, покупают ортопедические руки. Ну, как не знаете, там, для пальчиков. Одни родители покупают ранец там за 10 и более тысяч рублей ортопедический, а другие могут довольствоваться до 1000 рублей обычным совершенно там портфелем. А что входит в эти стандарты, совершенно непонятно. Напомню, пока единый подход к школьным принадлежностям – лишь очередная инициатива. Пока такого стандарта не существует. 151 ДТП с участием пешеходов произошло в Кирове с начала года. В этих авариях 6 человек погибли и 156 получили различные травмы. В их числе 39 детей. По сравнению с прошлым годом цифры выросли, озвучили статистику в ГИБДД. Чтобы свести количество ДТП к минимуму, инспекторы проводят специальные рейды. Рассказывают водителям и пешеходам правила поведения на дорогах. К обучающему процессу присоединилась и наша съемочная группа. Инспектор ДПС Дмитрий Аганин не зря остановил водителя этой серой иномарки. Автолюбитель Виктор Агалаков не пропустил женщину, которая ступила на пешеходный переход около дома на Строителей 30. Мужчина за рулем не хотел признавать вину. Мол, пешеход только начала движение. Он успел бы проехать? Если так только ступило, останавливаться, то знаете, будет пробка какая. У нас пешеходы менее защищены, их нужно все равно пропускать. Да я боюсь. Впрочем, после беседы Виктор Иванович все же согласился с доводами инспектора ДПС. Признается, за рулем 40 лет и обычно пешеходов пропускает. Сегодня оступился, но впредь будет внимательнее. Наверное, неправда. Больше не будете так делать? Конечно, нет. Пропускаете вообще пешеходов? Всегда. К слову, рейды, во время которых сотрудники ДПС ловят водителей, не пропускающих прохожих на пешеходных переходах, в ГИБДД проводят регулярно. Наибольшее внимание уделяют особо аварийным участкам, таким как Строителей 30. Ведь треть ДТП на дорогах Кирова связана именно с наездом на пешеходов. При этом каждый второй случай происходит на обозначенном знаками переходе. Только в этом году в таких авариях два человека погибло, 86 получили травмы, в том числе 27 детей. Чтобы не допустить подобного, водители должны соблюдать несколько правил. Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен снизить скорость согласно дорожным знакам. Также, если пешеход вступил на проезжую часть, водитель должен пропустить пешехода. Водителю запрещено осуществлять обгон транспортных средств на пешеходном переходе. На регулируемых перекрестках при осуществлении правого или же левого поворота водитель должен пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть дороги. Если перед переходом остановилась другая машина, водитель должен убедиться, что пешеходов поблизости нет. Проводят воспитательную работу сотрудники ГИБДД и с пешеходами. К примеру, переход на Сурикова, 18. Аварийный участок. Во время рейда инспектор Артем Исаулов остановил группу ребят. Рассказал школьникам правила поведения на дороге. Вручил памятные подарки и провел по переходу. Посмотрите, мы подходим сейчас к пешеходному переходу с вами. Первым делом, что мы с вами делаем? Смотрим налево, направо, несколько раз. Не просто один-два раза посмотрели, несколько раз посмотрели. Видим, что машины нас видят. Правильно? Возьмемся за руки, возьмемся за руки. За руки возьмемся и смотрим по сторонам. Кроме того, во время перехода дороги пешеходы не должны отвлекаться на посторонние вещи. Слушать музыку в наушниках, разговаривать по телефону, рассматривать в гаджете фото и видео. Если стемнело, стоит надеть одежду со световозвращающими элементами. Вне города эта рекомендация превращается в требование. Если пешеход вздумает переходить дорогу в неположенном месте, его ждет штраф 500 рублей. Кошелек водителя, не пропустившего пешехода, опустеет на полторы-две с половиной тысячи. Если случилась авария, пешеход получил тяжелые травмы или погиб, автолюбителя ждет уголовная ответственность. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича. После ремонта в рамках нацпроекта в Кирове принята 21 улица. В том числе положительные заключения, полученные по итогам исследований асфальта. Специалисты основного предприятия-подрядчика, это Гордор Мустрой, рассказали о работе своей лаборатории, где проводятся испытания проб материалов. Так как одновременно ремонт в городе проходит на многих участках, то лаборатория загружена максимально, работает круглосуточно, как и рабочие на дорогах. Основная задача – контроль качества материалов. В частности, исследование так называемых вырубок – проб асфальтобетонных смесей битумных эмульсий. По словам сотрудников ГДМС, контроль ведут не только за своей работой, но и за участками субподрядчиков. Также вырубки направляются и в независимую лабораторию. Одними из основных параметров, на которые проверяются вырубки, это на наличие воздушных пустот и на толщине. У нас есть ночной выпуск асфальта, поэтому ночью лаборант на нашем выпуске присутствует и контролирует процессы, это однозначно. Нейросети теперь еще и запели. Искусственный интеллект научился создавать музыку. Послушаем и оценим отрывок из такой композиции во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Дайвича» и мы продолжаем. Хотела помочь знакомому, но подставила саму себя. В Кирове перед судом предстанет 45-летняя женщина за дачу заведомо ложных показаний в качестве свидетеля. По версии следствия, Кировчанка на допросе пыталась убедить полицейских в том, что ее знакомый не виновен в аварии. Теперь за свои слова женщине придется ответить в суде. Дала заведомо ложные показания, фактически исказила данные о действиях приятеля. Вместе с тем эти обстоятельства не нашли своего подтверждения в судебном заседании, и виновник аварии был привлечен к уголовной ответственности. В настоящий момент по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. Вместо поэтов и композиторов – искусственный интеллект. В мире набирают популярность нейросети. Они могут решать математические задачи, понимать речи, даже петь песни голосами знаменитостей. Вот только профессиональные музыканты к этому относятся скептически. Так во благо или во вред современной технологии для искусства? В теме разбирался наш журналист и певец Александр Бушмакин. Саша, то есть нейросеть может спеть любую песню любым голосом? Ты абсолютно права, это все возможно сделать. Вот у меня даже есть пример. Знаешь ли ты песню «Белые розы»? Конечно, и в твоем исполнении слышала. А кто поет эту песню в оригинале? Юрий Шатунов. Но не только Юрий Шатунов ее может спеть, не только я ее могу спеть, а может, например, спеть Михаил Круг. Давай послушаем. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделало? Непи морозы, лед в витрин голубый. На слух сходство поразительное. А как тут с авторскими правами? А вот с авторскими правами все, Лена, неоднозначно. Как бы с одной стороны, по логике, песня перепета другим человеком без разрешения автора. Это нарушение авторских прав. Но если посмотреть с другой стороны, то это сделал искусственный интеллект. То есть сам человек, сам певец, чей голос мы слышали, он тут абсолютно ни при чем. И вроде бы нужно кого-то привлекать к ответственности, но кого юрист на самом деле пока что не знает. Потому что, во-первых, нужно доказать, что эта перепевка искусственная. А во-вторых, очень сложно на сегодняшний день объяснить суду, как говорят эксперты, чья же в итоге старая новая песня, кому она принадлежит. Мне об этом, кстати, рассказал эксперт. В каких-то странах признается право авторства за тем, кто создал систему искусственного интеллекта, программу. В каких-то странах за пользователем. Также этот вопрос может быть урегулирован непосредственно пользовательским соглашением конкретного сервиса. Каких-то общих принципов регулирования этого вопроса в настоящее время нет. Нейросеть умеет петь чужое. А как насчет написания оригинальной своей музыки? Свою музыку нейросеть тоже может написать. Это можно сделать за пару кликов. Достаточно в чат-бот ввести описание той музыки, которую ты хочешь получить. И все готово. Вот только симфонии пока нейросеть петьсять не может. А вообще это возможно? Ну, вообще музыканты говорят, что сейчас нейросеть может сочинять музыку достаточно легкую. Для рекламных роликов, например. Для каких-то лавстори, для личных видео. Потому что нейросеть музыкальной грамоте, объемной музыкальной грамоте, научить пока что невозможно. Но и там очень много нюансов и процесс так-то долгий. Сначала это музыкальная школа, потом это училище искусств, потом это консерватория. То есть это довольно длительный процесс. И он очень сильно зависит именно от личности человека. То есть от его внутренних качеств. Нейросеть в любом случае не заменит живых музыкантов, композиторов. Получается нейросеть грамоту не знает, нотную, а все-таки музыку как-то пишет. Да, это достаточно простой процесс. Я расскажу вкратце. То есть мы вбиваем какие-то характеристики той музыки, которую мы хотим получить. И нейросеть анализирует всю-всю-всю музыку, которая есть вообще в открытом доступе. И даже отдельные звуки. Например, шум прибоя или как едет машина. После этого нейросеть модифицирует эти самые музыкальные отрывки. И выдает, так скажем, что-то свое. Но профессионалы говорят, что это достаточно примитивно. И получить что-то оригинальное можно только если мы обозначим темп, характер музыки и настроение. Но тем не менее, Лена, мы уже несколько лет слушаем музыку, которую генерирует нейросеть. Об этом мне рассказал эксперт. Посредством нейросети создается порядка 20% музыки, которая в интернете есть. Это данные за 22-й год. Другой дело, что эта музыка зачастую не представляет собой практически никакой культурной ценности. Это вещь более формализованная. Но действительно вещь более формализованная. Есть так называемые законы гармонии и все остальное. Она пока поддается искусственному интеллекту далеко не так хорошо. А мы-то и не знали. Вот именно. А самое главное, Лена, в такой музыке нет души. А без души в искусстве никуда. Спасибо, Саша. А мы продолжаем. С начала года в городе родилось уже тысяча маленьких кировчан. В городском ЗАГСе зарегистрировали запись о рождении ребенка с этой круглой отметкой. Юбилейной стала девочка. Ее назвали Марии. Малышка третья, дочь в семье. Как отметили в областном министерстве юстиции, за первые полугодия самыми популярными именами среди девочек стали София, Мария, Анна. А самыми редкими и необычными – Евлалия, Мелисса, Зейнаб и Аврора. Рейтинг самых популярных имен среди мальчиков возглавляют Михаил, Артем и Матвей. В списке редких необычных мужских имен этого года – Фадей, Арчибальд и Никандр. Со смартфоном 24 на 7 специалисты бьют тревогу. В мире все больше людей становятся зависимыми от своих гаджетов. Люди испытывают тревогу и страх, если смартфона не будет рядом. По результатам опроса известного российского издания, почти четверть респондентов пишут сообщения на ходу, засыпают и обедают вместе со смартфоном. Даже в компании друзей или на важных переговорах россияне не выпускают гаджеты из рук. Такое состояние называется номофобией – это аномальная зависимость от смартфона. И если телефон стал неотъемлемой частью жизни, необходимо обратиться к психологу. Психологу советуют специалисты. Мы решили узнать, есть ли зависимость от смартфона у кировчан. Такой вопрос мы задали в нашей группе «Девятка ТВ» ВКонтакте. И вот самые популярные ответы. 65% кировчан считают себя независимыми от гаджета, но пользуются им часто. 28% зависимы и не выпускают телефоны из рук. 2% зависят и не справляются без интернета или навигатора. Еще больше мнений в нашей рубрике «Мобильный журналист». Насколько вы зависимы от смартфона? Очень сильно зависимы, к сожалению. Каждую секундочку проверяю сообщение новое. Если вдруг звоночек, там все, сразу трубочку поднять. В общем, там общение получается, музыка. То есть, ну, времяпрепровождение. То есть, по большей части сейчас телефон заменяет много, допустим, вещей, которые раньше нельзя было заменить им. А вы считаете, что это какая-то зависимость его? Ну, я могу спокойно обходиться без телефона. То есть, общение вот так вот. Тет-а-тет, так скажем. Оно тоже важно. То есть, я бы не сказал. На 100%. Как-то с ним боретесь? Нет. То есть, вас все устраивает? Да. И, может, пожелание какое-то есть тем, кто прям зависим и не может без него жить? Иногда нужно давать время себе отдохнуть. Как у вас дела обстоятельства смартфона? Какое место замок вашей жизни? Ну, наверное, третье, но не первое. Потому как бывают, ну, своего рода заботы, домашние дела и так далее. Он мне важен, но я бы хотелось бы его немножко отодвинуть его подальше. Почему? Потому что он занимает слишком много времени. А вот говорят, что есть даже такая болезнь, смартфонозависимость. Вот у вас есть такие проблемы с этим? Вы прямо мне, как будто бы актуально так в точку. Я только себя начала ловить на мысли, что я очень много времени провожу в телефоне. И вы прямо мне это говорите. Значит, вселенная мне указывает на то, что действительно есть такая проблема. А что нужно делать, как вы считаете? Ну, просто дисциплина, я считаю. И занять себя чем-то очень интересным, полезным. Я считаю, оно занимает одно из самых важных мест в моей жизни. Потому что все-таки телефон, это... Особенно для современной молодежи, это все. Это связь, это общение, это учеба. И без телефона мне сейчас кажется никак. Вы зависимы от смартфона, от телефона? Нет, нет. А что делать, если вот молодежь зависима? Лечить. Новая игра, новый шанс проявить себя. Футбольная команда «Динамо Киров» во втором дивизионе готовится к очередной игре с опытным соперником из Санкт-Петербурга. Впервые за шесть лет наш регион в этом сезоне представлен в профессиональном футболе. Старт кировчан во второй лиге прошел на выезде с командой «Химик» из Дзержинска. В субботу наши ребята проиграли соперникам со счетом 2-1. К такому результату болельщики отнеслись с пониманием. Это была первая игра кировских футболистов в этом составе. Новое «Динамо» сформировали лишь месяц назад из ребят нескольких городов. Не хватило пока совместного опыта, сыгранности, считает наставник кировчан, тренер из Москвы Виктор Булатов. Сейчас готовимся к следующему туру. Игра будет в Петербурге с командой «Зельда Санкт-Петербург». Сильная команда в прошлом году дошла, по-моему, до 1-4 Кубка России. Команда новая, поэтому проблем много. Рад, что, в принципе, селекция прошла. Я считаю, довольно-таки хорошо. И ребята неплохие собрались за столь короткий срок. Надеюсь, что от игры к игре будем прибавлять. Оперативно следить за новостями удобно в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео по номеру, который вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова